Отлично. Здравствуйте, дорогие все, кто находится в зале, кто находится в онлайне, и те, которые не находятся в онлайне, но увидят эту запись впоследствии. Особая просьба к тем, кто смотрит запись в ютубе, то есть это же не просьба, а предложение все-таки, ну, вписаться на курс, сейчас это можно сделать, в общем, даже бесплатно, но чтобы вы получили доступ к материалам и форуму, достаточно глупо слушать, смотреть курс и не иметь доступа к материалам. Я их вывешиваю даже заранее, иногда сразу же после лекции. Вот, сегодняшняя четвертая лекция из цикла «Философия науки» будет посвящена, в общем, на самом деле, каждая почти что лекция посвящена какому-то драматическому моменту, переходу из одного к другому, чего-то такое, событие, которое очень радикально повлияло на современность. Ну, сегодня мы будем говорить о средневековой науке, и это огромная тема, конечно, и понятно, что все аспекты ее мы не можем, конечно, даже надеяться затронуть, тем не менее, самое главное, о чем я хотел начать разговор, это о том, собственно, какую роль играет средневековая наука в современности, в современном мышлении. Потому что, ну, существует такая тенденция, считаю, что средневековая наука, она, это был какой-то такой странный эпизод. Значит, вот в древности там были античные, там, астрономия, математика, даже физика Аристотеля все равно была физикой, а что было в средние века, непонятно. И, на самом деле, это, конечно, совсем не так, но, действительно, если рассматривать современную науку, исходя из современной науки, как бы ретроспективно, то получается, что не очень понятно, что такое средневековая наука вообще. В ней нету, мы не видим в ней такого мощного, позитивного, так сказать, элемента. Мы видим, ну, как правило, говорится о, так сказать, диктате, который имели церковь, власти, не мусульманские власти, то же самое, еврейские какие-то общины и так далее, имели... Понин считает, что это, в результате, не соответствует реальности в какой-то степени. Но, чтобы понять это, мы действительно должны проанализировать. При этом я буду использовать метод, который я уже... Морфологический метод, который я уже обозначил в предыдущих лекциях, метод исследования парадигмы при помощи гештальта научного. Вот, и в данном случае очень интересно, если мы рассмотрим, вот, с точки зрения, ну, такое, позитивистское исследование философии науки современной, ну, например, с точки зрения Попера, Акатоса, то, действительно, переход от античной науки к современной, он непонятен. Это, действительно, как будто бы некоторая, так сказать, деградация, которая потом сменилась... Некий регресс, который потом сменился прогрессом. Но если рассматриваясь с точки зрения Куна, то есть с точки зрения теории научных революций, то тогда становится более понятно, что вот, как бы, такие движения, скажем, от одной парадигмы к другой парадигме, к третьей парадигме, они не являются какими-то случайными процессами, скорее, в этом заложен какой-то смысл. Но какой именно смысл заложен, мы тоже пока не можем этого воспринять. И для этого, для того, чтобы это как бы пытаться воспринять, я попытаюсь, значит, более детально проанализировать все три парадигма, то есть парадигму античную, парадигму средневековой науки, парадигму науки нового времени. Про современную я пока не говорю. Значит, наука нового времени — это наука, условно говоря, возникшая где-то в начале XVII века, связанная с научной революцией Галилея, Коперника, Галилея, и до начала XX века. То, что в начале XX века произошла некоторая, еще одна научная революция, это тоже спорно, потому что некоторые считают, что нет, это все было логическим продолжением той науки, которая была в XIX веке. Вот просто она перешла на некоторую новую пазу. Это действительно вопрос интерпретации. Но я как раз буду рассматривать, сразу скажу, науку современную, как некоторый переходный момент между наукой нового времени и какой-то неизвестной будущей наукой, которая, может быть, еще возникнет в будущем. Поэтому я рассматриваю четыре парадигмы, значит, а именно, я их просто обозначаю латинскими буквами А, Б, Ц, Д. Вот, буква А – это античная парадигма, которая, значит, соответственно, имеет самое разное выражение. В предыдущих лекциях мы рассматривали разные варианты научных программ, которые были в античности. И сейчас я попробую сказать, что все-таки между этими было нечто единое, нечто целостное. Вторая парадигма Б – средневековая, ну, условно говоря, библейская. Б – можно рассматривать как слово «Бог», как слово «Библия». В общем, А – можно как античная, можно как христочек, пожалуйста, как хотите. Значит, А – Ц – это, ну, новое время. Тут непонятно, чем это соотносится. Не знаю, Кант, ну, тоже Кант не будет, сейчас, букву Си, писаться, но неважно. Так или иначе, парадигма С – это парадигма наукиного времени, ну, условно говоря, парадигма Д – не прошу понять, что это парадигма Дворкина, например, это парадигма диалога, ну, просто парадигма Д – это четвертая последовательность парадигма. Может быть, потом пойдет И, там, и так далее. Вот. Так или иначе, эти три парадигмы, которые мы сегодня будем рассматривать, А, Б и С, они, значит, имеют некоторую внутреннюю логику развития. И мы попробуем сейчас это проанализировать. Значит, вот я такую табличку перед вами рисую, а вы видите табличку полностью вам, или она загораживается? Нет. Нет. Хорошо. Вот. Значит, ну, я могу, собственно говоря, подвинуть немножечко. А, ну, вот, отлично. Илья, секундочку, ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Да. Хорошо? Да, посматривай в чат одним глазом, пускай будет открыт. Если что-то будет происходить, я тебе напишу. Хорошо, договорились. Договорились. Хорошо. Получили? Нет еще? Вот. Ну, сейчас я... Так. Ладно, тогда я продолжаю. Итак, значит, для меня я, значит, в какой степени сразу скажу, что я хочу воспользоваться концепцией, которой я уже ссылался, Эрн Цикассирера, а именно его идея, что от античности к новому времени произошел принципиальный переход от того, что он называет субстанцией к тому, что он называет функцией, то есть от субстанциального подхода, когда мир представлялся совокупностью каких-то универсальных предметов, каких-то реальностей, чисел, вещей, стихий. И в этом мире, как бы, внутри этого мира, как бы понимались и боги, и люди, и все-все-все. То есть весь мир воспринимался как некий абсолютный универсум. И такова древнегреческая наука, собственно говоря, и разные научные программы по-разному понимали этот универсум. Одни считали, что мир — это совокупность чисел, и человеческая душа — это тоже некая гармония, то есть тоже некоторое число. И боги — это некие числа. И другие понимали, что нет, мир — это совокупность сущностей, сущих вещей. И тогда человек — это тоже некая сущность. И бог — это тоже сущность, первосущая, например. Или что весь мир — это совокупность стихий — воды, огня, воздуха и так далее. Получилось? Вот. Значит, и таким образом, вот с точки зрения того, что мы называем метафизики, парадигмы, а античные парадигмы, то она выстраивает весь мир как некую совокупность отношений между разными вот такими сущностями, элементами, вещами, субстанциями, говоря языком Кассирера. А по поводу нового времени Кассирер жил в начале 20 века, поэтому того, что мы называем новейшим временем, он только прикоснулся, только начал соприкасаться к этому. Он даже писал и работа по философии и теории относительности, но в целом его в основном мышление основано было на ситуации начала 20 века. Так вот, парадигма С это не совокупность субстанций, а совокупность функций, то есть отношений между какими-то предметами. Как бы в мире нету никаких вот отдельно существующих субстанций, как таковых. В мире есть отношения. Вот эти отношения, они-то как раз и являются реальностью. Реальность — это не вещи, а отношения. И поэтому математика занимается исследованием функций, а физика занимается исследованием процессов, движений. Она как бы мы не знаем, мы не рассматриваем, физика не занимается изучением какого-то конкретного отдельного предмета, например, Земли. Это уже будет как ангиология, там, лечения такое. А вот теоретическая наука занимается изучением именно отношений, процессов и так далее. Вот в этом характерная особенность парадигмы С с точки зрения Кассирера. Кассирер не рассматривает в данном смысле парадигму Б, которая между А и С. В том смысле, что он, конечно, был великим философом и историком культуры. Конечно, про Средневековье он тоже пишет и думает, но он не пытался, насколько мне известно, опять-таки, рассмотреть, как происходит переход А, С. Каким образом мы переходим от субстанции к функции или от вещи к отношению или от некоторого предмета стационарного к движению, к процессу, от статики к динамике. Вот этот переход, он фиксирует его. Я думаю, что Кассирер лучше, чем кто бы то ни был, рассказал про это, поэтому его книгу, которая называется «Познание и действительность», по-моему, я всем рекомендую, очень хорошая книга. Она, по-моему, как раз переведена была даже на русский язык где-то в 1910 году. Потому что Кассирер очень давно обо всем этом писал. Его более поздние работы переведены сравнительно недавно, «Философия и символические формы», другие его книги, очень хорошие, но вообще рекомендую Кассирера. Так вот, соответственно, вот эта идея, мы теперь попытаемся развернуть на нашей научной картинке, на этой табличке, которую вы тоже видите. парадигма А к парадигму С это переход от субстанций, предметов к отношениям, функциям, процессам. Но, соответственно, надо поговорить о том, что происходит в металлогике, метаэтике. Сколько мы с вами выяснили, что наука не является чем-то изолированным, отдельно от связующихся ее с реальной жизнью каких-то других моментов, что происходит в металлогике. Ну, значит, совершенно понятно, что в металлогике парадигма А это логика, математика и наблюдение, потому что античные древние люди тоже наблюдали природу и пытались ее представить, строили какие-то картинки, которые их наблюдения соответствовали. Нужно сразу же отметить, что наблюдение совершенно не является экспериментом, потому что для наблюдателей всегда то, что они видят, это либо это реальность, которую они видят. Это непосредственно реальность, они могут сомневаться в ее, то, что это реальность истинная, как древние греки говорили, что это мнимость, например, то, что мы видим. И тем не менее, это реальность в том смысле, что то, что мы описываем, это описание этой самой реальности. Эксперимент же это моделирование, это вообще совсем другая история, это именно парадигма С существует. Итак, парадигма логика, математика, наблюдение можно добавить к этому списку, а парадигма С это эксперимент, теория, математическое моделирование. И важно сказать, что происходит в метаэтике. Метаэтики в парадигме А это первую очередь личности государства по-разному, как это формулируется, философия Платона, Аристотеля, Стояков. Есть личность, есть человек, который помещен в некий социум. И отношение между человеком и социумом это тоже отношение и о том, что мы говорили с вами, что у Аристотеля и мы сегодня к этой теме будем вынащаться, есть парадоксальная ситуация, а именно с одной стороны человек существует как отдельный индивид, а с другой стороны сущностный человек является обществом. Естественным образованием является не отдельный человек, а именно общество. Почему? Потому что человек один не может существовать. Аристотель говорил, что один отдельный человек он либо сверхчеловек, либо животное. То есть на самом деле мы существуем как люди в обществе, в государстве и отсюда возникает такая диалектика, что субстанционально мы существуем как часть государства, а, так сказать, феноменально как люди, мы существуем как отдельные люди. Вот между этими двумя сторонами метаэтики и происходят очень интересные диалектические отношения у Платона и у Аристотеля. Теперь понятно, что в Игнеце человек становится абсолютно отдельной реальностью и он рассматривается как индивид, то есть атомарное существо, отдельный человек. Ну и существует общественный договор между этими людьми, мы об этом будем говорить более подробно в следующий раз, я просто сейчас забегаю вперед немножечко, существует некое объединение людей, которое называется нацией или гражданское общество, которым меняются люди. Вот, и ясно, что это все тоже вопрос отношений, то есть социальная система это тоже отношения, так же, как и метафизика отношений и металлогика отношений. Вот, теперь мы должны поговорить немножечко о парадигме Б, который, собственно, и есть тема нашего сегодняшнего разговора. Что же, собственно, происходит в этой таблице очень коротко говорю, а сейчас мы к этому перейдем более подробно. Во-первых, мир — это тоже совокупность сущности. Парадигма Б, она в большой степени средневековая парадигма, впитывает в себя античную картину мира. Но при этом над всем миром находится трансцендентный Бог, который как бы является какой-то первосущностью, который существует, но который отделен от всего, что существует в этом мире, как некоторая особая выделенная, принципиально выделенная реальность. Значит, дальше, соответственно, металлогике, тут возникает абсолютное изменение по отношению к античной парадигме и по отношению, кстати, к парадигме А именно наряду с логикой математики и наблюдением появляются откровения и традиции, которые становятся важными элементами логики, потому что возникает риторика, которая выражает способ аргументации в социуме, в котором действуют традиционные какие-то ценности. И это отличает от античной, то есть, понятно, что там тоже была риторика, там тоже было какой-то религии и так далее, но в античности религия была отделена от, ну, то есть, как, насколько мы можем судить, у них все время были конфликты, ученых представителей религии вообще всегда конфликты, это понятно, но, значит, конфликты, которые были в средние века, они были довольно продуктивными, а конфликты, которые были в античности, они были вообще не очень продуктивные, но что тут хорошего, если там Сократа приговаривают выпиванию чаши с ядом, или Аристотеля изгоняют Азофин, или Протагора изгоняют опять-таки Абдер, где он жил там, значит, в общем, так или иначе традиция является антиподом для античной науки, а для средневековой науки она является чем-то очень фундаментальным МОБАР. Ну и, наконец, по аниметоэтики, то здесь не просто личность и государство, а личность и община, и община как бы выступает как некий промежуточное звено, которое отличается от государства. Есть государство, есть община, есть человек. парадигма И это, видите, очень-очень в общих чертах про парадигму Б. Но сейчас мы о ней будем говорить как раз очень подробно, поэтому я к ней хочу перейти. Но сначала я хочу поставить вопрос, а именно, какую роль играет парадигма Б в переходе от парадигма актера в парадигме С. То есть, что принципиально нового несет значит парадигма Б вообще в отношении к парадигме А. Что значит мы понимаем приказ, что библейское мировоззрение, которое неважно там в Библии или в мусульманских священных текстах, христианских, еврейских сформулировано, оно очень сильно отличается от античного. И мы в общем понимаем, что в нем есть очень много чего интересного, ценного, там совершенно другое понятие о человеке, там совершенно другое понятие в обществе и так далее, и так далее. И все-таки мировоззренческая парадигма, что принципиального меняет, радикально меняет парадигма Б? Ну, я сразу скажу просто как бы свое мнение, по крайней мере. концепция человека вот мне подсказывает Никола, но да и нет, потому что человек средневековый, хотя он был выделен как античный человек. Продолжаем дальше, извините, пожалуйста, я не знаю, что тут произошло с интернетом, значит, просто у меня, я действительно переместил тут в квартире по разным причинам, ну, не важно. Хорошо, значит, тогда мы продолжаем. Итак, было высказано предположение, что человек это новшество, которое внесло в средневековье, в большой степени, конечно, это так, но я думаю, что у меня есть некая гипотеза, предположение, что есть нечто более существенное изменение, потому что в какой-то степени человек в средние века остается всего лишь некоторой пылинкой, хотя он очень важный, пылинка в каком-то спекте, но не для науки. Наука не занимается человеком, наука продолжает заниматься в средние века, опять-таки, если не рассматривать теологию в данном случае, но это отдельный совершенно разговор, но и теология тоже занимается больше изучением Бога, все-таки изучением человека следует название. Вот, мне кажется, самое главное изменение, которое возникло, состоит в том, что между миром и источником этого мира возникает разрыв. То есть для античности все-таки характерна некоторая непосредственная связь. Я бы сказал, то, что на языке философии можно найти монентностью, то есть между, ну, конечно, можно сказать, что сущие, о котором говорит променит, это принципиально отличается от мнимости, которая происходит где-то в мире на земле, но тем менее, можно сесть на пятерку хороших лошадей и добраться в мир сущности. Между миром, божественным, миром человеческим, нету принципиальной дистанции. Боги здесь находятся рядом, они живут в лежащих горах. Скажем, боги там, пифагорейцев, это число, но мы тоже число, мы, наши души, это тоже число. Нету принципиальной разницы, нету разрыва. Значит, в Средние века, хотя на уровне, может быть, науки, философии и так далее, тоже этот разрыв не так велик, и тем не менее, мы знаем, что есть некая принципиальная разница между Богом и человеком, между Богом и миром, то есть есть некий разрыв. И этот разрыв, это дистанция, ее нужно как-то преодолевать. И отсюда, во-первых, оказывается, что чуть не главнейшей задачей средневековой культуры, интеллектуальной культуры, мышления, философии, мистики, это преодоление этого разрыва, это попытка преодолеть разрыв, который существует между Богом и человеком в конечном счете. Вот, но это на мой взгляд, на самом деле можно сказать, что в новое время этот разрыв в какой-то степени опять немножечко утрачивается, потому что мы часто говорим про то, что, ну, например, про пантеизм, про имманентность, про то, что мир, что человек это часть мира, а не какая-то выделена на абсолютно иная реальность и так далее. в новое время мы опять в какой-то степени возвращаемся к этой монетности и все-таки действительно появляется выделенная абсолютная реальность в виде человека, как раз в новое время скорее, чем в виде Бога. Вот, если в средние века выделена абсолютная реальность, является, конечно, Бог, то в новое время это скорее переносится на человека, и вот этот разрыв оказывается принципиальным, то есть он оказывается сущностным. Теперь я хотел бы, вот я сформулировал несколько тезисов, а теперь я хотел бы все это разобрать максимально подробно, значит, анализируя, собственно говоря, философию нескольких классических моделей средневековой науки, значит, я возьму за основание науку мусульманскую, скажем, в варианте Альфараби, восточно-перепатетической философии, которая являлась одним из цементирующих факторов еврейской философии Валима и Манида, и по идее я должен был бы взять по-моему Аквинску в качестве варианта, ну, то, что называется высокой сколастики средневековой христианской науки, значит, ну, я на самом деле не настолько хорошо его знаю и понимаю, чтобы это сделать, но все-таки какие-то, то, что мне хорошо известно, это то, какие связки, завязки имеются между Маймонидом и Аквинским, это для меня важно, я об этом буду говорить. Итак, первое, с чего мы должны начать разговор о средневековой науке, это то, что уже на заре средневековья, в принципе, сам термин средневековья крайне неудачный, он очень мало о чем говорит, тем не менее я его использую здесь, чтобы не потратить время на какие-то уходы в сторону. Вот, тем не менее, есть эпоха, которая, как бы не относится к средневековью, это поздняя античность, а именно эпоха, когда, собственно говоря, скажем, ну, классическое средневековье где-то начинается, там, 9-го, 10-го, 11-го века, значит, но, тем не менее, есть 3-й, 4-й, 5-й, 6-й век, а что с ними делать? Вот, в эти века, в общем-то, в мире побеждает монотеистическое мировоззрение в разных его формах, но есть еще, правда, зороастризм, который, значит, до победы ислама являлся, ну, основной религией Вавилония и ранней Вавилонии, вот, но, тем не менее, скажем так, религиозное мышление разного типа, оно становится доминирующим уже в эпоху, ну, можно назвать это раннее средневековье. И здесь возникает резкий конфликт между религией, вот этой нарождающейся, развивающейся новой религией и античной наукой, античным мировоззрением. Ну, скажем, античные боги, они постепенно сходят со сцены, хотя есть целый ряд попыток их спасти, значит, которые предпринимают неопатанизм, значит, разные формы гностицизма, то есть эллинистическое мировоззрение, которое пытается создать некую новую классовскую религию, которая тоже не будет, которая будет предложить некую альтернативу античным богам. Но, тем не менее, это не удерживается в какой-то степени, но так или иначе античные боги сходят со сцены, и постепенно на их место приходит единый бог, который можно назвать агромистическими религиями. И тут возникает колоссальная проблема, потому что если мы почитаем любой текст откровения, любое священное писание и, например, даже сочинение Платона или Аристотеля, то мы видим, что эти вещи совершенно не сочетаются, то есть это совершенно просто разные реальности. И поэтому, ну, как сказал Тертулиан, значит, что есть общего между Афинами и Иерусалимом, да? Мы сейчас сидим, то есть некоторые из нас сидят в Иерусалиме, надо, исходя из этого, предположить, что все остальные сидят в Афинах. Значит, но сейчас у нас есть общий между Афинами и Иерусалимом, например, интернет. Но, значит, 2000 лет назад между Афинами и Иерусалимом общего было очень мало, и эта проблема была очень острая, и нужно было как-то решать. И, значит, я очень люблю эту тему, потому что для меня, значит, библейские тексты это тоже некоторая интеллектуальная система, в которой есть все нюансы, тонкости, своя логика, своя герминептика, своя философия. Вот. И я очень много общего нахожу между Афинами и Иерусалимом, в отличие от Артулиана. Вот. Но при этом понятно, что на уровне какой-то такой массовой культуры очень трудно было решить эту проблему, но она постепенно решается. И я в этом смысле начинаю с... Ну, я так, вот тут специально так написал последовательность решения этой проблемы. Иудео-эллинизм, попытка синтеза. Филон Александрийский, который совершает синтез, цептуагин, отчасти пытается в чем-то совершать синтез. Попытка синтеза между иудаизмом и эллинизмом. Попытка где-то получилась, но еврейская традиция ее не принимает по разным причинам. Идея должна была бы еще быть Третий Талмуд, кроме Иерусалимского и Ивановского, еще Александрийский. Но Александрийского Талмуда не получилось, и он, так сказать, остался... Может быть, Александрийский Талмуд написали Отцы Церкви, я не встречаю. Вот. Значит, вторая, второй этап. Это то, что я пишу Отцы Церкви, это противостояние и принятие. Противостояние первоначальное между Афиной и Иерусалим, между античной парадигмой и Библией, безусловно, есть, но в итоге возникает некий синтез, ну, может быть, отчасти по следам Филона. Этот синтез, на мой взгляд, очень эклектичный. Это я оценочное суждение позволяю себе высказывать, потому что на самом-то деле это не переваренный синтез. Там реального взаимодействия не произошло. Но тем не менее, в красивых книжках, которые написали в том числе Баженный Августин, есть, как бы, некоторые ощущения синтеза, но это не есть основание для науки. На этом основании нельзя построить систему жизни и структурную, научную систему и так далее. Настоящий синтез, на мой взгляд, пришел в мусульманском мире. Но прежде я хочу сказать несколько слов про то, что произошло в иудаизме. Иудаизм не принял, как я уже сказал, александрийский синтез не был принят, и он остался где-то на горизонте. Есть Талмуд. Талмуд это прямая декларация того, что между Афином и Иерусалимом очень мало общего. Но Талмуд пытается выстроить альтернативу. Но эта альтернатива не становится основанием... То есть, с одной стороны, Талмуд это наука. Буквально слово Талмуд значит наука. Но это другая какая-то наука. Там нету почти физики, нету математики. Там совершенно другая специфическая странная наука. И в этом смысле мы можем сказать, что здесь происходит размежевание и создается некоторая странная альтернатива, о которой можно интересно рассказывать. Но не сейчас. То, что осуществляет синтез, на мой взгляд, это ислам. Опять-таки, с этим моим тезисом можно не согласиться, можно поспорить. Но я сейчас конкретно приведу конкретный пример, как это осуществляется в исламе. Потому что ислам, кстати, я должен сказать, что восточное христианство в этом сыграло какую-то нам известную очень важную роль, потому что, собственно говоря, учителями великих философов мусульманских, таких как Аль-Фараби, были христианские, сирийские христиане, которые, собственно, сохранили античную традицию, имели на сирийском языке тексты Аристотеля и Платона и так далее, которые потом были переведены на арабский язык. Но об этом мы очень мало чего знаем. На самом деле, по-настоящему ислам совершает этот синтез, и поэтому нужно сейчас немножечко поговорить о том, как устроен этот синтез исламской цивилизации. Вот я здесь сделал такую табличку. Мы сейчас говорим о восточно-перипатетической модели науки от Аль-Фараби к Ибн-Рушту как некая последовательность. Я назову несколько имен важных. Это, безусловно, Аль-Фараби, Ибн-Сина, Аль-Газали. Я вот привожу здесь Ибн-Тупели как важного автора, который нам тоже много еще дает. Ибн-Рушту есть, Ибн-Баджа. То есть это восточно-перипатетическая философия, которая, безусловно, была очень основательно развита в мусульманском мире. Дело в том, что для мусульман, для ислама, видимо, уже достаточно раннего, то есть, конечно, не в седьмом веке, но, скажем, в девятом. Было очевидно, мусульмане восприняли один страшно важный тезис иудаизма, который, поскольку ислам все-таки на этой же почве, так сказать, формировался, на почве иудаизма восточного христианства, значит, что, собственно говоря, религия – это и есть наука. Для иудаизма, я просто не останавливаюсь на этом, талмуд весь на этом стоит, что религия – это наука. Ну, наука какая-то странная, не современная, но ислам воспринимает этот термин, этот тезис, что религия – это и есть наука, ильм – знание, вот, и пытается построить эту науку и делает это. И вот мы видим, чтобы, как бы, понятно, что я сейчас не могу здесь пересказывать даже те замечательные тома Аль-Фараби, которые сам я читал в переводе на русский язык и которые были в Алмате когда-то. Аль-Фараби выстраивает некую систему. В этой системе с одной стороны, здесь вы видите в нашей табличке есть строчка, которая называется наука и строчка, которая называется религия. С точки зрения Аль-Фараби наука и религия это конгениальные системы. Это вообще одно и то же. Это просто два способа понимания знания. Один способ специфический, научный для профессионалов, ученых, которые занимаются наукой это философы, ученые, довольно избранная публика, элитарная, но, тем не менее, это часть общества. А есть религия, это то же самое, только сказанное на языке общины, на языке человеческого сообщества. И это одно и то же. Ну, собственно говоря, уже Платон так ведь нам рассказал, что есть философы, которые сидят в башне и злоновой кости и постигают мир, а есть общество, например, стражники, которые должны понять мир как-то тоже или простой народ. Но Платон простому народу ничего не мог предложить, поэтому его время то в рабство продавали, то еще чего-то с ним происходило. Аристотель воспитал изверга всего человечества Александра Македонского, а его самого изгнали из Афин, потому что у философов явно были сложные отношения с обществом. А здесь же, ну, правда, у мусульманских философов тоже были сложные отношения, но с Аль-Параби нет. Аль-Параби, он считался великим шейхом и у него все было в порядке, насколько мне известно. Значит, есть наука, которой занимаются профессионалы, ученые, есть религия, которая то же самое транслирует на уровень всего народа. Устроены они одинаковы. Наука, она состоится с трех элементов по нашей схемке метафизика, металлогика и метаэтика. Метафизика с точки зрения науки есть отношение первопричины мира, Бог — это и есть первопричина мира, первосущая, Бог — 12 главы метафизики Аристотеля, он является перводвигателем, он приводит движение всей небесной сферы и все существующее в мире, в том числе весь подлогный мир, включая животных, людей, растения. И человек — это часть этого мира, но обладающий особенным свойством, а именно своим стремлением к истине и стремлением приблизиться к Богу. Религия говорит то же самое, что есть Бог, который является первопричиной, особенно после услуги семидестолковников саптуагинта, когда Бог сам сказал, что Он есть сущее, так уж дальше и делать-то нечего уже. Раз, если Бог сам объявляет, что он предмет первой философии Аристотеля, то, понятно, что простые люди должны воспринять это именно так. Бог — он первосущая, первопричина, а весь мир — это устремленная к Богу реальность, включая человека, естественно, но не только человек, все небесные тела влюблены в Бога, все они вращаются в своей любви к Богу и так далее, и так далее. Так устроена средневековая наука. Вот. Теперь металлогика. Металлогика Альфа-Раби. Это есть потенциальный интеллект, у него есть великолепная маленькая работа, которая называется «Означение слова интеллект». Значит, и он по мотивам как-то «От души Аристотеля» объясняет, что такое интеллект. Бог — это есть чистый интеллект. Бог, он является активным интеллектом, то есть интеллект, который действует сам по себе, он не нуждается ни в чем. И в нем нет никакой потенциальности. То есть, он ни в чем не нуждается, в нем нет никакой нереализованности, он сам себе абсолютно совершенен. есть потенциальный интеллект. Потенциальный интеллект это интеллект который не материальный мир. То есть, потенциальный это значит материальный. Он несовершенен, в нем есть некая недостаточность. И следовательно, он стремится к актуальному, активному интеллекту. Он хочет актуализироваться. Каждое существо в мире хочет актуализироваться, стать актуальным, то есть соединиться с Богом. Значит, и поэтому есть еще приобретенный интеллект, то есть тот интеллект, который потенциальный интеллект приобретает, чтобы соединиться с актуальным интеллектом. И процедура, процесс — это процесс познания, но который происходит, конечно, не только на уровне интеллектуального познания, но и на уровне практики. Об этом мы сейчас тоже будем говорить, потому что не только само интеллектуальное познание, но человек нуждается всегда в осуществлении, реализации в материальном мире практики. Но для познания следует, работают различные виды логики — логика, риторика, диалектика, в Аль-Фараби — поэтика, которые позволяют человеку через посредством языка, речи приблизиться к познанию Бога. Но это то же самое говорит нам, собственно, религия, потому что религия говорит что? Что существует откровение, которое формулирует высшие истины, истины, реальные, божественные истины на языке человеческом. И таким образом люди воспринимают эти истины в священных текстах. И поэтому, кроме логики, необходима нам еще герминептика священных текстов, которая позволяет нам понять, что там, собственно, написано. То есть откровение — совершенный закон, который, безусловно, должен быть согласован с разумом, потому что не может быть, чтобы активный интеллект обучал пассивный интеллект каким-то неразумным вещам. Он, естественно, разумным вещам обучает. Но они сформулированы таким образом, чтобы этот пассивный интеллект мог их воспринять. И метаэтика, соответственно, точно так же устроена. Именно у нас есть, во-первых, с точки зрения науки, люди, которые живут в некотором социуме. Этот социум Аль-Фараби называют добродетельный город, соответственно, потомским государством. Город — это Мадина, это государство по-арабски, значит, ну, и наверите современно. Значит, то есть в этом совершенном городе живут люди, и их взаимоотношения между собой, соответственно, вытекают из всей этой системы, которую мы с вами только что описали. То есть, чем более продвинут человек по нему своего интеллекта, тем ближе он к Богу и к активному интеллекту, и тем в большей степени он мыслит логически, а не риторически. И с религией тоже так же устроена. Есть пророки, которые, как говорят Аль-Фараби, являются, кроме того, еще государственными деятелями, потому что они дают людям знания в том виде, в котором можно воспринимать его знания божественных истин, законов поведения и так далее. Поэтому пророк — это также государственный муж с точки зрения Аль-Фараби. А есть помощники пророков, это обычные ученые, то есть имамы, которые живут в современном нам мире, скажем, XI века, и они, значит, объясняют простым людям, как следует себя вести, как нужно вести себя в обществе, в мире, по отношению друг к другу и так далее, исходя из этих высших божественных истин. Я хочу вам очень важную вещь сказать, что здесь, в этой схеме, между наукой и религией вообще нет никакого противоречия. Противоречия есть между глупыми и умными. Есть умные люди, которые все это понимают, а есть глупые люди, которые по каким-то непонятным причинам этого не понимают. И вот им, как ни в толково, и ни объясняя, все равно они смотрят в сторону меча. Как бы кого ограбить, как бы кого... То есть, но это значит только то, что плохо поработали пророки и эти имамы. Они не сумели донести до простых людей вот эти высокие истины. Да, ханвэх, я хочу просто обратить внимание, вот я здесь специально нарисовал такую небольшую схемку, что отношения в этой схеме альфа-раби между наукой и религией, вот я специально их вынес отдельные столбцы, они совершенно нетривиальны. Здесь вот вся эта картинка, которую нам рисует восточный перипатетизм, она абсолютно нетривиальна, потому что на самом-то деле казалось бы в науке человек является какой-то такой очень важной сущностью. То есть, человек — это очень важный интеллект потенциальный, который приобретает разум и так далее, и так далее. Он отличается, конечно, от животных, которые разумом не обладают. Но в религии-то человек совершенно иначе выделен. Человек там рассматривается как просто адресат всей религии. Это принципиально другая позиция, чем в науке. В науке это человек — это просто часть мироздания. Правда, альфа-раби говорит нам, что цель человеческого существования — это достижение счастья, достижение познания истины и так далее, и так далее. То есть, достижение блага, если говорить по тону, скажем. Но все эти красивые слова не объясняют, что человеку нужно делать. А вот в религии человека выделяет как некоторую структуру, как некоторого адресата и говорит ему, что ему нужно делать. И поэтому в этой схеме возникает некоторая небольшая деформация, потому что вдруг у нас человек, как правильно Никола сказал в самом начале, становится принципиальным элементом, неустранимым. И человек может сказать, что вот, вы знаете, вот меня не устраивает вот эта религия или эта наука, мне чего-то нужно другого, я вот не могу, мне не дает постижение блага. Я вот выучил наизусть Коран, а Бога так и не познал, или неважно, Библию, Талмуд, все что угодно. Или я, значит, прочитал все сочинения потом Аристотеля, а Бога так и не познал. И тогда ученый должен ему сказать, что же делать. И отсюда на этой системе, на системе восточного перепатетизма сразу же развивается мощнейшая система практики, которая уже не укладывается в эту схему, она называется мистическая практика. Потому что восточный перепатетизм просто приглашает, давайте-ка построим, как же человеку двигаться к Богу. То есть, как ему двигаться из нижнего правого угла в верхний и левый угол. этой схемы. Потому что просто двигаться к личному Богу, это мы знаем как, это написано так, сходи там куда-нибудь культовое здание, выполни какой-то ритуал, и ты уже почти что, но ты хочешь прийти к настоящему к Богу, к активному интеллекту, к познанию первопричины всего мира. И тут оказывается, что у тебя есть проблема, что прекрасная восточно-перипатетическая наука не дает тебе способа к нему прийти. И отсюда на основе вот как бы мы это видим уже, скажем, у второго великого учителя, первый это, то есть второй философ это как бы Аль-Параби, но след за ним идет Ибн-Сина. Ибн-Сина оказывается, пытается создать некую новую философию, он это называет восточную философию, которая поможет на практике осуществить цель существования человека, который мы очень мало знаем, потому что сочинения сгорели, у Ибн-Сина там были все неприятности, то, что он хотел написать, очень мало, и тем не менее восточная философия является главным предметом романа Ибн-Туфейля Хаебн-Якзан, который очень рекомендую всем почитать. Но дальше возникает суфизм, суфийская практика, которая как раз описывает методику движения одинокой души к Богу, которая очень сильно завязана этой всей философии Аристотеля и Платона, но которая действует совершенно другим способом. Если у кого-то есть замечания или вопросы, я еще не закончил, извините, я чуть вас задержу, если это возможно, потому что я еще совсем не закончил, мне нужно еще две, по крайней мере, очень важные вещи сообщить. И все-таки, если кто-то хочет включиться, я буду только рад. У меня там был небольшой вопрос, который я поставил в чате про технологию, где ее место между метафизикой, метаэтикой и металогикой, потому что впечатление такое, что технология, ну и искусство в каком-то смысле параллельные вещи, впечатление, что она выпадает немножко из этой схемы. Да, спасибо большое, Миша. Дело в том, что если говорить про античную модель, то технология безусловно находится в сфере метаэтики, потому что Аристотель так это и называет этику, это практика, это наука о том, как изменять мир, как создавать искусственные предметы. То есть по крайней некоторой модели технологического и там же как бы у него искусство появляется и так далее. Что касается средневековой модели, то технология действительно, может быть я ошибаюсь, мистическая практика, мистическая техника, она здесь безусловно возникает именно в третьем столбце, именно опять-таки метаэтики. Я, если рассматривать метаэтику как науку о принципиально человеческой практике, я обращаю внимание, что этика это не только наука о поведении отношений людей друг к отношению другу. Это в первую очередь, ну, Маймонит определяет этику как наука управления самим собой. То есть как человек сам с собой обращается в первую очередь, сам с собой и окружающим его миром. Вот. Ну, я, Миш, может быть, эта схема недостаточная, я не, я не, эта схема не претендует на полноту, но у меня, по крайней мере, практика вся находится в третьем столбце. Вот. И мы, конечно, об этом будем говорить много дальше, когда дойдем до технологии, когда происходит технологический прорыв, потому что в науке нового времени технология вдруг заявляет в каких-то вид, ну, создание приборов. оказывается, что технология позволяет нам познать мир совершенно иначе, мы его познаем без технологии. И в этом смысле возникает прямая связь между практикой и техникой. Но между этикой и техникой в том числе. Окей. Я хочу, так, сейчас, как-то, куда же у меня ушел, сейчас, секундочку. А, вот. Хорошо. Я хочу несколько слов поговорить про маймонида. Собственно, что делает маймонид и почему он нам интересен. Почему он интересен не только нам, но, скажем, почему он был интересен и Акринскому, или Альберту Великому, или Спинозе, или Лейбницу, или, ну, вообще, как бы сказать, науке нового времени, философии нового времени и так далее. Почему маймонид оказывается действующим философом, с ним спорят, с ним продолжают спорить, в 20 веке спорили и в 21 веке будут спорить. Почему он остается актуальным? Маймонид действительно работает абсолютно в парадигме Альфа-Раби, он прямой говорит, я, типа, все, что я делаю по анефилософии, я опираюсь на Альфа-Раби. Поэтому его парадигма, та же самая парадигма, что Альфа-Раби, ну, он делает то, чего нет у Альфа-Раби, что Альфа-Раби, как бы сказать, не проработано и не случайно не проработано. А именно, он пытается установить взаимоотношения между наукой и религией, между философией и Торой, значит, ну, так сказать, детально. Он пытается выстроить эти отношения. Дело в том, что у Альфа-Раби эта тема скорее остается на уровне декларации. Вот мы говорим, вот, конечно, по-настоящему ученые, вот ученые, они по-настоящему являются по-настоящему религиозными людьми, они являются лидерами религии и так далее. Но при этом мы видим, что все время возникают несостыковки. Вот. Во-вторых, мы можем говорить, что, конечно, люди, которые просто являются членами религиозной общины, они той же самой наукой занимаются, только в несколько упрощенном виде. Опять возникают несостыковки. И эти несостыковки все видят. И поэтому я полагаю, что из-за этого в какой-то степени, вот если вернуться к предыдущей схемке, то, видите, там у меня полосочка есть вот между наукой и религией. Вот эта полосочка, она трещинка маленькая, которая впоследствии разошлась. Но для самих классиков восточного перипатетизма это была связь, это было реальное взаимодействие, а не трещина. Но потом трещина разошлась. Так вот, Маймонид, конечно, на эту трещину в первую очередь обратил внимание. И, собственно говоря, он выстраивает такую систему, в которой между философией и Торой осуществляется абсолютная динамическая связь. А именно при помощи гермонептики. Потому что главная проблема значит на мой взгляд восточного перипатетизма в том, что собственно говоря, ясно совершенно, что наука и религия говорят на разных языках. Но как соотносятся между собой эти языки, остается непонятно. Вот Маймонид как раз занимается исследованием этого вопроса. Как соотносятся эти языки? Маймонид, одним из главных его понятий является «Вашом бы на и Адам». Но я буду цитировать Маймонида не по-арабски, а на иврите. То есть язык сынов человеческих, потому что, кстати, на иврите еще по той причине, что, как правило, это окальки из библейских каких-то текстов. То есть он, хотя и говорит по-арабски, но имеет в виду иврит как бы некоторым пунктаментальным образом, хотя не всегда. Так вот, есть язык сынов человеческих. И язык сынов человеческих это некая пунктаментальная реальность. Но как устроен язык сынов человеческий? Что это вообще такое? Вот вопрос о том, как соотносятся язык сынов человеческий и некий божественный язык истины, это одна из главнейших тем, которой занимается Маймонид. И поэтому его металлогика отличается от металлогики Аль-Фараби. Именно в этой области он абсолютно становится, так сказать, вводит некоторое абсолютное нововведение. Он создает некую герменептику религиозного языка. Вот. И, значит, ну, я сейчас, конечно, об этом не буду говорить подробно, но все-таки Маймонид – большая-большая тема. И все-таки я скажу хотя бы одну важную вещь. Это вот его концепция того, что религиозный язык это некоторая двойная структура. То есть религиозный язык это структура, в котором, ну, как он это описывает языком притчи Соломоновых, Мишевой, золотой яблоко в серебряной оправе. Значит, есть золотое сердцевина, которая абсолютно не видна, которая является настоящим золотом. И это сущность. А есть серебряная оправа, которая очень красивая, которая как раз видна, которая привлекательна, которая всех привлекает. И это метафора. Это некоторое красивое описание. То есть метафора это и есть двойной язык. Вот. В нее всегда есть некоторая внешняя оболочка, есть некоторая сердцевина. Так вот, сердцевина это метафизика, это разговор о первопричине мира, о Боге, о активном интеллекте. А оболочка это человеческий язык. Это язык Торы. Тора написана на языке самовчеловеческих. Тора, она излагает, я говорю Тора, но в какой степени это можно сказать о всем библейском тексте. Значит, и в какой-то степени может быть о короническом тексте. Я сейчас не буду ручаться, хотя сам Маймонит считает, что нет. Но, значит, тем не менее, язык религии, религиозный язык, он как бы говорит совершенно другим способом. Он говорит, таким образом, что на уровне простого понимания мы видим какие-то очень важные, очень ценные для нас вещи. Когда он говорит «не убей», нам, как людям, понятно, что это очень важная штука. Секундочку. А, тем не менее, за этим стоят какие-то штуки еще более важные. Например, значит, я приведу пример с «не убей». заповедь из любви ближнего как самого себя, она является, ну, как считают все, сердцевиной как бы всего библейского текста, Торы и так далее. Значит, но понять эту заповедь очень сложно. Что нужно всех любить, это легко понять. А вот что такое из любви ближнего, нет, ну, вы говорите, что это сложно осуществить. Но понять это легко, что вот хорошо, все люди хорошие, всех надо любить. Но на самом деле, как только мы сталкиваемся с практикой, а слово «ближний» на иврите «реа», он как бы тот же самый, можно сказать, корень, альтерация слова «раа», злодей. Вот. Ближний – это тот, который, как говорит Левинас, которого хочется убить, потому что он тебя досаждает, он, это вовсе не такой приятненький, хорошенький. Вот. Ближний – это, как бы, это отнюдь не, это отнюдь не является чем-то очень хорошим. Потому что любить хорошее – это понятно, для этого не нужно заповедь давать. А как любить, ну, если на языке, скажем, христианского, врагов. иудаизм не предлагает любить врагов. Предлагает любить ближних, которые злодеи. Вот. Значит, ну, на самом-то деле, я просто хочу что сказать, что это пример того, как простая, понятная заповедь, не убей, на самом-то деле, если мы начинаем разбираться в ее корне, в ее основании. А что значит не убить? А как же казнь по суду? А как же военные действия? Если мы просто берем заповедь, ее по простоте душевной, вот, рассматриваем, как некоторую, ну, рекомендацию к действию, в чистом виде, то очень скоро, через два шага, мы будем делать абсолютно противоположное, что эта заповедь говорит. А следовательно, мы должны делать какую-то работу с этой заповедью. И вот это то, что говорит Маймонит, есть германептика библейского текста. Мы должны разобраться, что это значит, возлюбить, что значит не убей. Да, пожалуйста, здесь есть вопрос. Или уже нет? Нет, наоборот. Еще больше. А германептика, это и, собственно, есть вот эти четыре уровня пардеса. Ну, это отдельная тема про пардес, это вообще другая история. Да, вопрос такой. Разве сердцевина и сущность это язык? Язык, как его понимает, язык, он соединяет все. Но язык, конкретно библейский, это и есть структура библейского языка. Она так устроена, что он соединяет практику с теорией. На уровне внешнего сердца, серебро это практика, а на уровне внутренним, это метафизика, это теория, это сущность, это богопознание. Вот, и язык, вообще не всякий язык, если мы тут пойдем, просто будем говорить подряд какие-то вещи, это не значит, что мы сразу же все. Нет, библейский язык, специально организован, пророческий язык, язык откровения, вот видите, о чем речь-то. По крайней мере, так это понимает Маймонит. и таким образом получается, что не просто автоматически философия и религия это одно и то же, а философия и религия одно и то же тогда, когда у нас хорошие философы и хорошие религиозные лидеры, когда у нас происходит вот это реальное взаимодействие. Это, если говорить о Маймониде. Я хочу, чтобы завершить, поскольку я уже вижу, что я из времени выбиваюсь, я хочу сказать еще все-таки две вещи. Во-первых, я хочу сказать очень важную как бы штуку, что Маймонит, который увязывает между собой, значит, вот, ну, скажем, все эти элементы, как Альфа-Раби, Альфа-Раби тоже увязывает между собой физику, метафизику, этику, логику, все они у него устраиваются как некая единая система. Маймонид всего лишь делает к этому такое добавление. Он увязывает все это с библейским текстом и показывает, как это все работает. Ну, я хочу привести пример. Маймонид, например, говорит, что всем понятно, что абсолютно трансцендентную, непостижимую причину всего мира невозможно взять прям сразу же и познать. Бог, он как бы типа везде, но познать его невозможно. Более того, как понимает Маймонид, и более-менее большая часть иудаизма, Бог, как абсолютно трансцендентная, нематериальная, вообще является непостижимой. Его вообще невозможно познать. Но как же быть, как же его постигают пророки, все люди, и вообще, как же можно постичь то, что нельзя постичь. Но Маймонид говорит, да, постичь его нельзя, но нужно. Вот, и поэтому, собственно говоря, для этого приходит вся эта система. Вот, и здесь схема такая, что мы постигаем Бога через его, во-первых, через отрицательные, по фактическим образом, через его отрицательные атрибуты, но отрицательные атрибуты божественные мы постигаем через мир. Грубо говоря, наблюдая мир, мы видим, что Бог, он лишен тех недостатков, которые есть в мире. Это определение Бога в некотором роде. И таким образом мы можем прийти к постижению мира. То есть, для того, чтобы постигать Бога, мы должны познать мир, в первую очередь. То есть, заниматься много физикой. Физика – это первая стартовая площадка для постижения постижения метафизики. Но оказывается, что для того, чтобы обознать связь между Богом и миром, то есть, между недостатками, то, что Маймонит называется Эдер, лишенностями, аристотельский термин, в принципе, лишенность формы. Вот те лишенности, которые мы наблюдаем в мире, они как бы являются свидетельствами или элементами, при помощи которых мы можем постигать методом отрицания божественную природу, которая является источниками этих лишенностей. То, к чему стремится весь мир. Но, чтобы это сделать, мы должны обладать некими интеллектуальными способностями. И это происходит за счет того, что мы боремся, преодолеваем лишенности или недостатки собственной природы. То есть, возникает такая тройная связь негативные атрибуты божественные, негативные элементы природы и негативные свойства человеческого характера, то есть, качества человека. И при помощи исправления качеств, исправления мира. То есть, начинает не с нравственных заповедей, не с неубий, не с рассказа о Боге, не с говорения о том, что Бог существует, а с того, что мир сотворен. Она описывает связь между миром и Творцом, то есть, связь между физикой и метафизикой, и вся первая книга Торы говорит ровно только об этом. То есть, она нам говорит о том, как устроен мир, как устроены мы сами, как устроено человечество и так далее. Она пока что не дает никаких практически заповедей. И только начиная со второй книги, мы начинаем вводить то, что можно назвать этикой и политикой, где создается сообщество, народ Израиля, где даются законы, заповеди и тому подобное, где Бог является к человеку. Это происходит только тогда, когда мы уже познали некоторую принципиальную связь между Богом и миром. Маймонит говорит, что это та же самая структура, которая в философии, но здесь она дана как некий разворачивающийся текст, который мы должны читать в мире понимание, прочтение которого мы сможем реализовать. Но вопрос, то, что начинает нужность физики, это, я хочу отметить, просто в скобках, не является единственным качеством Маймонита, потому что большинство еврейских философов начинали исследование мира через физику. Именно физика является первой дисциплиной. Так поступал Саадия Гаон, который приходит к постижению Бога через познание конечности мира, створенности мира, конечность мира в пространстве и времени. Это дает нам познание Бога. Также поступают, скажем, философы более поздние, например, тот же или мистики, практики, которые начинают, или Ральбак, Леви Бенгершон, который тоже через физику, через постижение мира мы приходим к постижению места человека в этом мире и отношения человека с Богом. Последнее, что я хотел бы сегодня сказать, что вот этот вот синтез средневековый, который устраивает, создаёт некоторую как бы замечательную такую систему, он не сработал. То, что он не сработал, мы видим хотя бы потому, что восточный перепатетизм не сумел справиться с своими задачами в мусульманском мире. Аль-Газали, который был бензованным великим восточным перепатетиком, пишет, тем не менее, книгу о провержении философов. Потому что он говорит, что недостаточно философии, философия не даёт нам ответа на вопросы. И на место философии восточного перепатетизма приходит суфийская мистика, которая захватывает территорию и останавливает развитие науки. То же самое прошло о иудаизме. Ну, я не хочу сказать, что Каббала остановила, так, может быть, некие просветители еврейские москвы считали, что Каббала развитие еврейской мистики остановило развитие этой науки. Я думаю, что наука остановилась сама. Если бы она способна была развиваться, её бы ничего не остановило. Она остановилась сама. И возникает дальше какие-то вспомогательные концепции, которые ей помогают делать. То же самое прошло в христианском мире. Потому что вот этот великий синтез, который, как я рассказал, идёт из ислама и через аудоизм, он также в какой-то момент пришёл в средневековую Европу в виде высокой схоластики. И здесь очень важно отметить, что одним из элементов, самая отправная точка высокой схоластики был знаменитый спор с так называемыми латинскими авиараистами, то есть философами, значит, схоластическими философами, которые говорили о двойной истине. Они так прочитали Иберушта и Фараби, и Бен Сину. Существует две истины, истина наук и истина веры. Они, безусловно, согласованы между собой, но это две разные истины, которые нужно исследовать разными методами и так далее. Почему то, что для мусульман рассматривалось как одна истина, и для евреев рассматривалось как одна истина, для христиан вдруг оказалось двумя истинами, мне кажется, это достаточно легко понять, потому что ни ислам, ни иудаизм не апеллируют к вере, а апеллируют все-таки к знанию в первую очередь. А христианство в первую очередь апеллирует к вере. И понятно, что если мы говорим, что истина религии – это истина веры, а истина науки – это истина доказательства и критического осмысления, то понятно, что это маленькая-маленькая щель между наукой и религией, которая с вами происходит, расходится. Но Памо Аквински соединил ее, он создал некий великий синтез невековья, который посуществовал несколько столетий, но потом все равно все разошлось. Разошлось уже в новое время, но об этом мы будем говорить в следующий раз. Большое спасибо. Если кто-то хочет все-таки задать вопрос, хотя я безбожно выбился из графика своего собственного, но если есть у нас минутка и кто-то хочет что-то сказать или спросить, то я буду этому очень рад. Все молчат. Ну, хорошо, я тогда всех призываю, приглашаю к форуму, а также, по всей видимости, можно в следующий раз начать с того, чтобы высказать какие-то свои мнения. Собственно говоря, я рассказал сегодня про парадигму Б, которая соединяет парадигму А и парадигму С, и совершенно понятно, что в следующий раз мы будем говорить о том, что же, собственно, произошло дальше. И поэтому мы сможем, я надеюсь, увидеть, что парадигма нового времени, вот эта парадигма Б, она не исчезла, она просто ушла в некое внутреннее культурное подсознание, она как бы существует, и она везде, как бы, люди, которые создавали науку нового времени, они все, так сказать, не в своем научном кабинете, немножечко относились к парадигме Б, как люди, вот, и поэтому работала, она работала дальше, и нужно понять, как это связано одно с другим, что, собственно, произошло. Вот, так что большое спасибо за внимание, будем двигаться дальше, и надеюсь, я опубликую эти материалы на страничке, поэтому всех прошу также заглядывать на страничку Лельмот, и также включаться в форум, если это возможно. Спасибо.